Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме, я Алексей Романенков, генеральный директор компании Руки, и у меня сегодня очень интересный гость. Сегодня мы не говорим об интернет-сервисах, продвижении каких-то рекламных технологиях или еще чего-то, а мы говорим вот прям о реальном бизнесе, мы говорим с реальными предпринимателями. И у меня сегодня Махмуд Аминдаров, основатель отечечного бренда Херри Купер. Махмуд, привет! Да, привет! Слушай, отличные очки. Где взял? Да, и кстати, как раз у меня к тебе такой вопрос, что у тебя за очечки, где ты взял такие? Слушай, у меня какие-то совершенно вот обычные, то есть вот я, естественно, я готовился к нашей встрече, к нашему интервью, почитал, сейчас ты расскажешь о ваших концептах, но, знаешь, я исходил из того, что, ну как это, оправа, как иногда говорят, на скорость не влияет, ну оправа и оправа, то есть лишь бы там стекла держались, вот. И я реально упоролся в плане линз, да, то есть оправа, честно, вот это было, наверное, пару лет назад, она стоила, там что-то, 2000 рублей, наверное, какой-то какой-то тай, вот, уже потихонечку начинает облезать, тут вот краска, вот, но линзы родом шток, и то есть вот оправа стоила типа двушку, а линзы стоили 14, вот, поэтому вот, да, это было примерно так. Ну это вот как раз и классический пример того, что происходит в классической оптике, у нас с этой темой-то все началось, люди, когда начинают смотреть, ну у тебя, наверное, немножко такой экстремальный случай, ты прям вообще забил на то, как выглядит оправа, из чего оправа, и вообще, да, но обратим внимание на линзы, и вот классическая оптика, она как раз-таки действует, приблизительно по такому принципу, они продают оправу, может быть, относительно недорого, да, вот те люди, которые, например, хотят купить себе что-то стоящее и смотрят на цену чуть побольше, чем 2-3 тысячи рублей, там, на какое-то качественное оправа, я не знаю, ну из каких-то там средних ценовых сегментов брендов, там, Ray-Ban, там, я не знаю, что-то такое, ну начинается там 7-8 тысяч рублей, может быть, и когда они уже говорят, так, все, отлично, особенно, когда первый раз покупаешь очки, 7-8 тысяч рублей, там, тебе бюджет прикинул, берешь, а вы говорите, ну все, отлично, на вас сидит, выбор, все хорошо, теперь давайте подберем вам линзы, и тут начинаются танцы с губными, и все вот это, и там линза есть такая, линза есть такая, покрытие есть такое, покрытие есть это, и линзы очень часто могут стоить даже дороже, чем оправа во много раз. Ну вот, мой случай, да, в 7 раз, ну вот у меня вот оправа и линзы, разница в 7 раз, да. А у нас немножко другой подход, мы решили сделать, вот у тебя сколько зрения? Честно, я не помню, но смотри как, там же еще такая история, что они, глаза разные, ну я имею в виду разные вот эти дефекты, и между линзами нельзя делать разницу больше, чем там что-то единичка или там, ну сколько там, да, вот, поэтому, в общем, один человек, он три, а другой, то ли один, то ли два, ну вот, да, вот, ну как-то так. Слушай, ну, в любом случае, тогда получается, что большинство, скажем так, 50-60% людей, ну, по нашим наблюдениям, да, вот, они где-то в диапазоне плюс-минус два, плюс-минус три. И для них, если они, конечно, не хотят что-то там неимоверное, там, такое, там, в таком линзах хамелеоны, которые затемняются, осветляются, что-то такое, им нужны стандартные линзы. Вот это все со стандартным покрытием, ну, будь то родным шток, будь то цайз, будь то вот у нас основной партнер от японской компании, ну, как бы, я не вижу большой разницы за 15 тысяч эти линзы. Ты прям почувствовал, что они за 15 тысяч? Слушай, я, ну, давай так, я доволен, я доволен, но я скажу честно, у меня не было возможности сравнить. Вот не было такого, вот, как ты сейчас говоришь, что я бы взял, например, линзы там Nikon, линзы Rodenstock, линзы там за кого-то, и вот я там, значит, по несколько дней походил бы в каждую. И сказал бы, о, а я вот чувствую разницу. Ну, нет, я пришел, это, знаешь, как говорится, и на все бабки. Я говорю, так, оправа не важно вообще, как бы, да, мне так чисто для чтения, для компьютера, вот, а вот линзы, что у вас есть самого крутого? Вот вообще, как это, шеф два счетчика, вот. Ты любимый клиент классической оптики просто. Они там мечтают, а такие как ты. Слушай, скажи, пожалуйста, а как ты пришел вообще к идее очков? Я к чему? Я читал про тебя, что ты занимался финансами, учился соответствующим образом в престижных вузах. И я просто себе представляю, ну, сидишь ты такой финансист в Москва-Сити, там, не знаю, с чашкой кофе, значит, все хорошо, смотришь на Москву, понимаешь, чего тебя вдруг понесло в предпринимательство? На 51-м этаже любуешься Москвой, да? Да-да-да-да, да-да, все так. Слушай, ну, интересная, конечно, история. Я, наверное, ну, как бы, немножко издалека начну, еще в то время, когда я студентом учился, у меня такой профессор Хигашидо был, японец, он нам преподавал Venture Capital и Entrepreneurship. Как раз тогда только все вот это зарождалось, Amazon тогда, Facebook еще не было, он только-только начинался, и у нас были как раз дебаты на то, чем стоит инвестировать в него сейчас или не стоит. Тогда он стоил там, я не помню, что там копейка, там 10-15 долларов стоил он за акцию, но рост уже был колоссальный. Там еще же Докомы только прошли, а я как раз после Докомов пошел учиться. Ну, в общем, вот эта тема, например, она очень сильно так меня привлекала сама по себе, но, к сожалению, я учился в Японии, и там с антропленерщиком немножко не так легко, скажем, у тебя был выбор, или ты пойдешь работать в рекрутинге, станешь HR-специалистом, или пойдешь в IT, или пойдешь в финансистом. Ну, я решил стать финансистом, пошел в инвестиционном банке, там работал, работал, потом пригласили в Москву, здесь работал, но сама идея, она оставалась, с одной стороны, а с другой стороны, у меня был потрясающий один руководитель, Майкл Шульц, и, ну, такие, я не знаю, иногда мы с ним беседовали на различные темы, не только о работе. Она говорит, ну, слушай, ну, это, конечно, прекрасно, мы работаем в инвестиционном банке, зарабатываем кучу бабла, все сделаем, все прекрасно, но реально полезного, ты знаешь, я не ощущаю, что я что-то делаю, вот что-то делаю там, для людей полезно. Ну, да, мы заказываем сервис-услуги, мы торгуем на бирже, мы закрываем сделки, но вот есть же люди, которые реально там, ну, возьми ремесленник, например, они что-то делают своими руками, и, соответственно, они видят результат своей работы, и видят этих счастливых людей, которым они передают. Передают свою работу. Эта тема, она долго у меня крутила, скрутила за голове, а так, как я перебирал разные-разные со всем историей, и перед этим я там попробовал еще там парочка идей, они не выстрелили. Вот, я решил попробовать очки, потому что сам осил очки. Начал эту тему, как раз, копать-копать, почему так, ну, у меня в среднем очки обходились, но приблизительно, наверное, так же, к тебе, может, надо дороже. Я там, если ездил куда-то, там, например, мы едем отдыхать в отпуск, я там возьму солнцезащитные очки, но они мне, ну, 200-300, ну, 400 долларов легко обходили. Там, перед самым Ray-Ban, что-то я брал, Prado, что-то мы брали там еще. Ну, такие вещи, вот. Вот, и когда мы эту тему начали изучать, копать в нее, мы поняли, что там прям наценки, как, знаешь, наверное, как в хокаине, только это легально использовалось. Вот, и стали больше-больше все это смотреть, изучать, и решили попробовать сами. С этого все началось. И когда ты в каких-то своих интервью, материалах говоришь о том, что, а у нас онлайн, например, составляет, ну, не такую уж, ну, то есть, не ключевую, играет не ключевую роль, да, ну, не какую-то вот прям такую существенную долю. И, в общем-то, без офлайнового магазина или нескольких точек офлайновых, ну, в нашем вот бизнесе не обойтись. И, ну, вот здесь, когда ты говорил, что вот как ты изучал тему и присматривался, и выбирал, ну, назовем это, ну, вертикаль, скажем, направление, да. А вот интересно, когда ты открываешь офлайновые точки, ну, вот те, которые ты открыл, ты как-то оцениваешь, я просто слышал, что вот крупные бизнесы, ну, условная какая-нибудь Азбука Вкус или там какой-нибудь там М-Видео, допустим, да, они считают вот эту всякую проходимость, они считают там какие-то потоки и так далее, то есть, прежде чем они берут какое-то помещение и ставят там магазин. Вот ты, когда открываешь офлайновую точку, ты это считаешь, там, не знаю, умеешь посчитать, знаешь, как это делается, или так вот немножко пальцем в небо, ну, там, как повезет, не повезет, ну, вроде бы центральная локация, ну, вроде бы недалеко от метро, по идее, должно взлететь, ну, хрен знает. Слушай, ну, вот интересный, конечно, вопрос задвучен, но если немножко назад отмотать, изначально мы тоже думали то, что не будем делать только онлайн, у нас не было уфлайн-точек, мы выпускали такой на проект, но дело в том, что это очки, да, это, как, не знаю, мне кажется, как с одежды, люди хотят идти, потрогать, померить, как сиди, как, даже если они знают этот пасон, ну, они хотят просто, ну, тупо потрогать, наверное, да, и посмотреть, как реальная жизнь будет выглядеть. И вначале мы делали, у нас такой сервис был онлайн-пример, причем мы делали его по всей стране, мы отправляли просто по три, от трех до пяти пар, в разных случаях, например, нам говорили, тут тупые, ваши украдут все нахрен, вы что, кому отправляете? А мы просто, ну, решили попробовать, отправляли, и, знаешь, так интересно было, никто ничего не украл, все вернули обратно, примерили, посмотрели, вернули, в этом отношении было классно, но, блин, это очень дорогое удовольствие, потому что курьеры туда, курьеры сюда, прикиньте, кто-то в Новосибирске, к примеру, попросит, мы туда отправляли. И мы какое-то время это поэкспериментировали, поняли то, что это достаточно труда, ресурсозатратная такая вещь, и решили попробовать софтлайн-точкой. Сначала сделали шоурум, а потом сделали там совместный шоурум с кем-то, и потом пошли уже в реальный магазин. Вот, что ты говоришь, это, знаешь, вот про то, как делать анализ, там, и смотреть, конечно же, каждый, мне кажется, здравый человек, адекватный человек, предварительно сделает какой-то анализ того места, куда он хочет стать. Мы точно так же это делали, точно так же смотрели. Но, знаешь, как это, в приспосле, человек полагает, а Бог располагает. В данном случае ты полагаешь, а рынок располагает, рынок расставится на свои места. У нас была колоссальная ошибка, прямо перед пандемией мы открылись на станции метроэлектрозаводская, там построили новый торговый центр, мы думали, как раз новый торговый центр, он очень красивый, такой стильненький, там огромный трафик, в смысле, едут люди, едут люди, там пересаживаются, там, офисные какие-то вещи есть рядом. И вот мы еще, мы там выбрали место, встали, там, это был прям фиаско, там, конкретно фиаско. Дизастр, понятно. Дизастр еще тот был, да, и у нас там ничего не пошло, и нам пришлось еще пандемии после этого случилось, как раз-таки, мы прямо во время пандемии или прямо перед пандемией успели закрыться. Поэтому, конечно же, мы делаем анализ, потому что мы анализируем, анализируем трафик, там, покупательные способности, или даже не то, что покупательные способности этого трафика, а какого рода люди ходят, чем они занимаются, какой средний достаток, чем они интересуются. И в зависимости от этого выбираемся. Слушай, очень интересно. Сейчас стали чуть поумнее. Ага. Ну вот то, что ты сейчас говоришь, и вот, опять же, я говорю, читая твое интервью, а кто у тебя делает вот этот маркетинг, вот эти исследования? Ну там, я говорю, что ты сам, не знаю, понятно. Какая у тебя команда, вот, вообще, в каком объеме специалисты у тебя присутствуют? Смотри, я отношу себя к очень малому бизнесу. У нас нет такой особой команды. Вся команда может состоять, там, максимум из двух-трех человек. До этого у меня был партнер, мы вдвоем с ним обсуждали и привлекали, наверное, маркетинг какой-то, кто занимался маркетингом. И сейчас, фактически, мы это делаем, ну, сообща, наверное, в команде практически, ну, не всех сказать, но многих просто людей, членов команды, с которыми мы работаем уже достаточно долго. Вот, кто-то выносит, вот, когда мы место искали, я, например, написал общий счет. Ребят, мы хотим открыться и ищем, вот, приблизительно, какие-то места. Если у кого-то есть предложение, там, присылайте. И потом мы все вместе это обсуждаем. Ну, просто, опять же, замечаю, что, вот, знаешь, ты говоришь, вот, изучаем, то есть, помимо того, что, допустим, рассматриваем какой-то торговый центр, там, для открытия точки, тем не менее, все-таки, это разные локации, ну, в городе, не обязательно, там, в Москве, неважно, там, в Ташкенте, там, да, вот, вы открылись, там, еще. Ну, понятно, в разных районах города живут разные люди, там, разные по возрасту, разные по достатку, и, ну, то, о чем ты говоришь, это, ну, с одной стороны, это круто, правильно, здорово, и, ну, вот, я и хотел узнать. Ну, то есть, это буквально, вот, как ты говоришь, ну, вот, ты и, там, ну, еще, может быть, там, один-два твоих вот таких-то, ну, если не партнера, то, по крайней мере, таких очень близких с тобой управляющих, не знаю, или вот, ну, людей, которые помогают тебе развивать бизнес. Слушай, а вот как, вот, как это формулировалось, потому что, вот, я видел, например, ты говоришь, мы не торгуем на маркетплейсах, потому что, опять же, мы боимся утратить вот эту связь, вот, с нашей целевой аудиторией, и мы считаем, что она возможна только вот, ну, в наших шоурумах, там, вот, в наших магазинах, только вот там мы можем транслировать вот эти, ну, ценности бренда. Вот, знаешь, мы буквально вот в прошлом подкасте разговаривали с экспертом по контент-маркетингу, и говоря про контент-маркетинг, тоже поднимали тему, что, ну, нельзя сказать, что вот мы продаем очки лучше всех, ну, или там, лучшие очки, лучшие на рынке. Ну, как бы это, вот, это очень плоско, это не звучит никак, то есть ты должен чем-то отличаться. И вот то, как ты формулируешь, когда, там, мы решаем задачу под ключ комплексно, ну, я имею в виду оправа, с линзами, с салфеточкой, вот, там, все, да. Мы, ну, вот, когда ты говоришь про примерки, раньше это было, да, значит, вот мы присылаем сразу несколько, там, 3-5 штук, чтобы можно было примерить. Ну, то есть вот, и это все какие-то очень сформулированные, очень четкие, понятные ценности, которые ты транслируешь. Сколько у тебя сейчас всего народу работает, вот, с учетом всех твоих оффлайновых и онлайновых активностей? Ну, команда где-то около, наверное, больше, чуть больше, там, в районе где-то 13-14 человек сейчас. Очень компактно, очень компактно, обалдеть, слушай, очень компактно. Скажи, пожалуйста, а вот, если мы говорим про оффлайновые точки, и вот люди приходят и покупают, сколько вообще человеку нужно очков? Ну, с нашей точки зрения, чем больше, тем лучше. Да, окей. Наверное, девушкам чуть больше очков нужно, чем молодым людям, потому что, ну, наверное, все-таки вот должно как-то сочетаться еще с сумочкой, там, с одеждой. Вот, культура потребления у нас здесь, она все-таки отличается от западной. Ведь, когда я открывал этот бизнес, я все-таки тоже отталкивался от того, что происходит там. Потому что очень часто все-таки мы берем что-то лучшее оттуда, мы пытаемся принести это здесь. Вот, культура потребления, например, в Европе, там, у человека легко, может быть, там, 3-4 пары, он может каждый год приходить за новым. Культура потребления у нас, она немножко другая. Здесь люди, ну, в советских временах, наверное, еще привыкли покупать одну пару, ну, не на всю жизнь, но чуть ли не на всю жизнь, да. Сейчас поколение меняется, там, покупают они одну пару, например, 2-3 года. Но, опять-таки, люди сейчас меняются, и очки уже стали таким аксессуаром, который можно менять чаще, да. Там, вот, как ты говоришь, девушки там меняют под стиль одежды, там, здесь солнцезащитные, есть для зрения. И когда ты одеваешь для зрения, например, для тебя неважно, как ты выглядишь, а есть люди, которым важно, как они выглядят, и поэтому они подбирают определенный стиль. Поэтому сейчас, наверное, люди стали покупать чаще, их интересует, конечно же, вид, их интересует то, как это выглядит, какой цвет. Ну, и, соответственно, потребление немножко меняется. Ну, именно из-за этого мы как раз-таки делаем, например, если говорить о том, чтобы покупать очки, как у тебя, вместо того, чтобы купить, там, тысяч за 20 одну пару, у нас можно 3 за такую же цену скупить. И причем они будут с линзами по рецепту и со всеми делами. Я к тебе приду, я к тебе приду, мне понравились там, да-да-да, мне понравились там модели. У нас, кстати, скоро при ходу придут вот эти очки, мы сделали такие из титанового сплава, у них заушник, они вообще суперудобные. Обалдеть, обалдеть. Они очень легкие. Слушайте, вот, друзья, я вот что хочу сказать. Знаете, вот есть такое выражение, присказка, что, скажем, ресторан, в котором шеф-повар сам не кушает, не обедает, обречен на неудачу, да. Я вот просто про Махмуда. Понимаете, человек носит свое, причем он буквально рекламирует еще будущую коллекцию. То есть вот этого еще пока нет в продаже, а вот на нем уже можно посмотреть. Я первый все тестирую. Я первый тестирую, прежде чем в продаже проходит через меня. Слушай, классно. Я сам, я сам такой. То есть вот я тоже, вот я говорю, не-не-не-не. Вот я должен верить в то, что я предлагаю. Потому что если, вот, как говорится, ты в своем ресторане не ешь, ну, тогда... Ты знаешь, кстати, вот ты сейчас очень важную вещь подчеркнул, и мне кажется, это очень важно вообще для предпринимательства в целом. Когда возникают какие-то конфликтные ситуации на работе, когда клиент чем-то недоволен. Мы, конечно же, пытаемся его как-то, ну, выяснить причину, почему это случилось, и как-то разрешить эту ситуацию. Но самое главное, что я говорю всем своим коллегам, никогда не бойтесь. Потому что мы не продаем контрафакт. Мы не продаем то, что они готовы носить сами. Мы не продаем что-то некачественное. Мы делаем офигенный продукт, поэтому не бойтесь. Да, мы иногда косячим, но все иногда косячат. Ну, такое бывает, человеческий факт. Мы пытаемся это исправить, но при всем при этом, я говорю, у вас должна быть твердая уверенность, что этот косяк случился, например, ну, я не знаю, из-за чего-то другого, но не относящегося именно к качеству той продукции, которую мы делаем. И это очень сильно мотивирует, кстати, людей, и они себя чувствуют более уверенно. И это уже, знаешь, не просто как это облизывание клиента по всякому поводу и без повода, а знаем то, что делаем качественный, классный продукт. Если возникла какая-то проблема, мы просто решаем, пытаемся помогать. Слушай, а скажи, пожалуйста, ну вот все-таки, а как ты управляешь потоком клиентов? Ну, я еще могу предположить, как ты управляешь этим онлайн. Ну, пусть там, ладно, теперь есть там некие экстремистские соцсети. Ну, хорошо, тем не менее, все равно с VPN они работают, как бы, и народ все равно этим пользуется. Да, снизился поток, но тем не менее. Я еще как-то вот в онлайне могу понять, поскольку сам вот в этой сфере работаю. А вот в оффлайне, ну, я ему говорю, вот твои торговые точки, ты можешь как-то влиять? Влияешь и как? Или нет? Ну, в смысле, вот просто вывеска, вот магазин, ну, вот идет какой-то трафик, там кто-то заходит. Ты знаешь, такое тоже есть, это особенно относится к торговым центрам, когда проходит просто холодный трафик, и ты просто первый раз, вернее, они тебя видят первый раз и знакомят только с твоим брендом. Тут очень важно, как себя поведут коллеги, да, как консультанты себя поведут, что они скажут, как они расскажут. Но у нас ведь, несмотря на то, что есть оффлайн-точки, у нас в эти оффлайн приходит много людей, которые познакомились с нами онлайн. Там, я не знаю, процентов, наверное, 50-60 минимум, это те люди, которые познакомились с нами где-то онлайн, потом пришли, это уже теплые люди, которым не надо заново все объяснять. Они прям звонят, спрашивают, где вы находитесь, когда вас дойти, как вас найти и так далее. Ну, вот так, я не знаю, ответил на твой вопрос. Наверное, отчасти, ты знаешь, ну, я так, я попытаюсь, ты знаешь, я помню, что когда-то вызвало некое удивление вот тот факт, что Алиэкспресс, Алиэкспресс пришел в Россию, и сначала все было вот только вот в онлайне, а потом в Москва-Сити и еще в нескольких местах, по-моему, Алиэкспресс открыл такие шоу-румы и стал там выставлять товары, которые, может быть, ну, наиболее востребованы, там, частотность какая-то большая, чтобы люди могли действительно вот прийти на место, вот как-то покрутить это в руках, а потом, ну, пусть даже вот в онлайне и заказать. Похоже, что вот это вот прям вот твой случай такой, да? Ну, в принципе, да, так и произошло. Я же говорю, мы все время экспериментируем с чем-то. Вот у нас, когда запускался как онлайн-проект, у нас был эксперимент-примерка. Мы посмотрели, оценили, потом следующий наш эксперимент был открыть шоу-рум. Шоу-рум, у нас корнер у одних из наших партнеров, мы открыли корнер, посмотрели, зашло хорошо, на ура. Потом мы открыли свой шоу-рум. И вот так поступательно мы все время действуем, там какая-то гипотеза, ну, мне кажется, как и везде, ты выдвигаешь гипотезу и потом начинаешь ее тестировать. Таким образом, мы дошли, дошли, дошли до оффлайн. Получается, люди, ты знаешь, мы уже о чем только не думали, когда нам, знаешь, звонили ребята и говорили, слушайте, ребят, я хочу купить, но я не могу без примера. Что мне делать? Мы уже и по типу лица давали рекомендации, и по формам, но все равно люди хотят прийти, потрогать и применять. Ну, соответственно, что ж от этого отказывать? Слушай, ну, а вот расскажи, интересно, опять же, поделиться со слушателями, вот какие гипотезы, ну, хорошо, вот оффлайн услышали, ладно. Какие гипотезы, например, в которые ты первоначально, вот когда она только выдвигалась, очень верил, а по факту, ну, вот не пошло. А какая-то, например, допустим, предполагаю, в какую-то, ну, ты не очень верил, а она там стрельнула. Ну, вот, не знаю, просто из своего опыта. Ну, вот интересная штука, да, прям гипотеза, наверное, сейчас нет. Ну, вот гипотеза с тем, что оффлайн необходим, она подтвердилась. Но была первая ошибка. Как я сказал, у нас был магазин торгового центра «Маркет», это был конкретный дизастр, мы потеряли там кучу денег просто. Если бы вот на этом мы закрылись бы, не пошли бы дальше, то вот этой, ну, не то что экспансии, но открытия новых точек просто не было бы. Была гипотеза, в которой я не особо верил, это открывать шоу-рум где-то на втором этаже. Думал, блин, ну как, да, куда-то на второй этаж, там, где-то приходить. Оказалось вообще классно. Была очень недорогая была аренда, а, ну, народ приходил прям как будто, ну, не сказать, что прям в обычный магазин, но, блин, мы делали так, как внутренний магазин, наверное, не делали. Классно, интересно, интересно. Слушай, а вот как пришли к вот этой идее с, ну, скажем, какие-то коллаборации вот со знаменитостями, то, что вот у тебя там термайкс и поповый сестерс, я не знаю, готовишь ли какие-то следующие, не, ну, там, не рассказывай, но в целом вот как бы работаете над какими-то следующими. Слушай, а вот тут тоже вот ты до этого спрашивал про гипотезу, мне кажется, это как раз немножко взаимосвязано. Похоже, да, похоже, да. У нас была идея, ну, так как Гарри Купер бренд, он такой неизвестный, да, мы только-только начинали, мы думали, что же, что сделать, как сделать, и тут увидели Антона в шоу-голос, у него такие выразительные очки были, и вот смотря на все это, мы подумали, гипотеза была, слушай, а сможем с этим человеком себя? Да, ну, что-то из области фантастики, ну, ладно, давай попробуем, там что-то через каких-то общих знакомых, кого-то, кого-то каким-то образом связали. Шесть рукопожатий, шесть рукопожатий, да, да, мне кажется, оно работает полоса, и мы встретились с ним, рассказали про наш проект, он так послушал, послушал, говорит, так, давай попробуем, ну, и, причем самое смешное, то, что это было, когда мы совместно с ним, ну, выпускали вот эту линейку очков, у нас не было такого профессионального дизайнера, мы с собой привели художника, эта художница с его слов тут же набрасывала эскизы, нарисовали, рисовали, там, до посинения, пока не пришли к чему-то, вот, это только потом уже, вот, стало более профессионально, когда были уже профессиональные дизайнеры, макет появился, там, технические элементы и все остальное. Но это тоже вот гипотеза была, и эта гипотеза как-то сработала? Ну, сработала, то есть, в принципе, вот, ну, допустим, ты можешь сравнить ситуацию, ну, не знаю, с продажами определенных моделей, ну, допустим, мужских, ну, наверное, Антон, наверное, делал, как бы, ну, это все-таки больше связано с каким-то, ну, мужским направлением, мужскими моделями. Нет? Окей, хорошо. Женский, женский. Наверное, процент, нет, смотри, вся коллекция, она практически вся мужская, она унисекс, там нет такого четкого деления, наверное, вот, прям какие-то кошечки такие вытянутые, прям экстравагантные, да, они женские, остальное все, он унисекс, а мужчинам и женщинам подходят, процентов, наверное, 70 покупают женщин. Слушай, ну, всегда женщина-двигатель вообще, торговля. Согласен, абсолютно. Слушай, ладно, интересно, но, тем не менее, вот, ты можешь сравнить ситуацию, вот, как бы, до, вот, этой коллаборации и после, или, в общем, это несравнимые какие-то вещи, потому что, по сути, это вообще отдельная коллекция, и, вот, вот, только с того момента, как она началась, и, собственно, продажи и запустили. Я к тому, что, ну, я-то хотел, пытаюсь выяснить, там, допустим, вот, до коллаборации было, там, ну, не знаю, 100 продаж, а после коллаборации стало, там, ну, не знаю, 150, по сути, знаменитость и какая-то отдельная, там, специализированная коллекция, ну, дала, вот, какой-то, вот, такой, какую дельку. Вот, что-то в этом есть или нет, или я спрашиваю глупо? Смотри, безусловно, любая активность или коллаборация с такими людьми, она дает какую-то узнаваемость. И это влияет не только на продажу непосредственно, например, модели самой коллаборации, но также и на общей тоже. Но вот прям, чтобы просчитать это, я, наверное, не могу так сказать, да? Потому что у нас до этого шло поступательное движение вверх. Мы, когда с ним выпустили первую линейку, она была достаточно ограниченная, маленькая, но, безусловно, она помогла, она дала какой-то толчок в плане узнаваемости. Причем, скорее всего, это даже был какой-то отложенный, наверное, результат, потому что мы только появились, и тут коллаборация, может, кто-то это увидел, услышал, посмотрел, может, сразу не пришел, может, он пришел к нам через полгода или через год. Чтобы так прямо цифровать, ну, не скажу, наверное. А, окей, окей. Просто, ты знаешь, я почему спросил, тоже, ну, так, поделюсь со слушателями, что я помню, как-то слышал, Локобанк делился вот по Москве, не знаю про другие города, но по Москве ездил транспорт, там, автобусы, троллейбусы, и, ну, они были оклеены, и там, ну, какие-то кредиты, кредиты Локобанка. Но помню, что сначала была, ну, девушка-модель, ну, какая-то, ну, просто модель, как говорится, вот, не знаешь, кто она и как ее зовут, а потом ее заменили на Варнаву. И вот когда Варнаву поставили, по сути, месседж остался тот же. Но они говорят, что что-то процентов там на 35 у них взлетели, ну, взлетели продажи этого кредитного продукта. То есть, грубо говоря, вот просто селебрики, вот просто бам, и добавила прям такую ощутимую дельку к продаже. Тут, кстати, хороший момент ты сказал. Вот одна, наверное, из вещей, которые мы, ну, не скажу, что неправильно, но, может быть, мы недоработали. У нас с Антоном все-таки очень такие отношения, ну, я бы не сказал, что прям суперкоммерческие. В плане того, что у нас нет какого-то маркетингового плана, и он не должен там выставляться или делать какие-то рекламные кампании. Мы не так активно прям это, скажем так, продвигали. Потому что нам действительно нравится творчество этого человека. Мы мечтаем то, что у него классная музыка, у него классные очки, он классно выглядел. И мы решили это просто попробовать. Это, можно сказать, даже какой-то не прям коммерческий был проект, а был проект немножко такой вот прям, ну, не то что для души, но что-то интересное сделать. А вот про тот случай, то, что ты с локобанком рассказываешь, это была мощнейшая маркетинговая поддержка. Вот если бы они просто вывесили в один билборд где-нибудь, сказали, мы с Варнавой делаем вот это. Это была бы одна история. Когда они пустили, например, троллейбусы по всему городу, это другая совсем история. Ну, да, как бы, и да, и нет. Ну, в смысле, долгое время ездили по городу, ездил этот транспорт с какой-то вот, ну, просто неизвестной моделью. Ну, вот, как говорится, из каталога. Потом все осталось то же самое, только заменили модель. Моделью стала Варнава. И вот как бы хлоп, и у тебя вот тот же самый продукт, но стал продаваться, там, не знаю, на 30-35 процентов там больше. Вот вся разница. Ну, окей, ладно. Расскажи, пожалуйста, ну, то есть, какие планы? То есть, вот, опять же, что думаешь про какое-то развитие в онлайне? Что думаешь по поводу новых точек офлайна? Я читал, уже упомянули сегодня, можешь рассказать, интересно, про Ташкент вы открылись. Не знаю, планируете ли еще новые города? По поводу онлайна, интересно. Ну, я потом подразобью на вопросики поменьше, но по поводу онлайна, интересно. Ты вот категорически для себя не приемлешь маркетплейсы? То есть, вот, ну, как говорится, почти что никогда? Или может быть, ну, вот я предполагаю, не знаю, что, ну, допустим, какие-то солнечные, ну, в смысле, солнцезащитные очки, ну, по идее, в принципе, можно было бы запустить, ну, потому что это ближе все-таки к фэшну, чем к, ну, здоровью глаз, ну, в смысле, к остроте зрения, и поэтому, ну, как будто, да, ну, вот просто, то есть, какие-то планы, ну, не знаю, на ближайший, на ближайший, может быть, год, не знаю, о чем думаешь, какие гипотезы? Слушай, ну, если говорить о планах, именно в плане продвижения, ну, давай разобьем, действительно, потому что у тебя там слишком много получилось. Да, да, да. Если говорить про продвижение в целом, мне кажется, ну, практически все сейчас столкнулись с тем, что определенные каналы сейчас выключены, и все пытались найти какую-то замену всему этому, вот, и мы не исключение, мы также ищем, мы также смотрим, мы также тестируем, что-то у нас работает, что-то у нас не работает, вот, мы пробовали перейти там, ВКонтакте использовать весной, у нас что-то не получилось, мы прекратили это, перешли на MyTarget, открутили определенный бюджет, тоже не получилось, тоже выключили, сейчас решили вернуться ВКонтакте и попробовать другую стратегию, вот, поэтому мы тестируем, да, там, различные контекстные, реклама тоже, это классическая такая, что-то, правда, она капец какая дорогая. Да. И не очень прям эффективная, я бы сказал бы. Вот, SEO, вот, кстати, про твой продукт я относительно недавно узнал, ну, не знаю, нас будет посмотреть, может, повнимательнее, но SEO это такая вещь, которая у нас полная ног, да, постоянно мы как-то работаем с ними, иногда она там спускается вниз, да, мы, ну, не то, что подзабиваем, а переключаем свое внимание на что-то другое, и потом возвращаемся опять к этому. Какая-то работа, она постоянно идет, какие-то новые каналы мы все время тестируем, тут весь вопрос в том, чтобы найти эффективный канал, откуда можно будет получать качественный тракт. Это вот вечная проблема, мне кажется, всех. Ну, она вечная, да, и ты знаешь, какой-то волшебной таблетки нет, то есть на самом деле… Нет, да, это комплексная работа. Конечно, 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 это комплексная история, но я вот прям уже говорил и еще раз повторил, мне очень нравится вот то, как у вас сделан сайт, то, как у тебя продуман бренд, то, как ты отстраиваешься от конкурентов. Я так хочу сайт поменять, ты не представляешь, у меня постоянно, мне кажется, что там все не так, все надо переделать нафиг. Это свойственно всем людям, знаешь, я тут вот слышал про загородные дома, что вот сначала ты дом строишь, потом проходит 5-7 лет, и ты бы все нафиг переделывал, вообще перестроил бы его с нуля. Поэтому это нормально, но я еще раз, понимаешь, дело даже не в том, какие картинки или какие кнопочки там на сайте. Дело в том, что, ну вот мы уже упомянули с тобой, у тебя очень четко сформулирована миссия, понятно, чем вы отличаетесь, четко понятный продукт, очень интересная, привлекательная цена, как бы все составляющие есть. Дальше эту историю, да, ее надо, ну вот как ты говоришь, дистрибутировать в разных каналах, неважно, в соцсети или сайт, там, если сайт и контент-маркетинг, ну хорошо, какая-то разметка там, всего что-то, еще что-то. Вот, но в целом, как бы ведь бестолку эти инструменты, если не проработан бренд. А продукт, да. Да, да, поэтому в этом плане, ну как бы есть, есть с чем работать, да. А что по маркетплейсам? Это вот твоя прям жесткая позиция, что нет, или все-таки будешь пробовать? Ну, смотри, к нам не раз уже приходили, и приходили, и советовали, и рекомендовали, когда я еще там в Сколку учился, у меня там предлагали выйти на маркетплейс, и тоже. Я, не знаю, я не вижу как-то, вот представляешь, что такое маркетплейс? Вот, если там продаются, например, не знаю, кружки, вот там тысячи разных кружек, вот тысячи, если не сотни тысяч этих кружек, и ты со своей очередной кружки туда выходишь. Слушай, ну, вроде бы да, но с другой стороны, ты говоришь, что такое маркетплейс? Ну, давай так, ну, во-первых, это тракт. И, в общем-то, мы имеем сейчас некое явление, когда, вот ты даже сейчас упомянул, про контекстную рекламу. Во-первых, Google в России контекстную рекламу выключил. Ну, окей, значит, тут только SEO-шно как-то продвигать. Яндекс, ну, очевидно, Google выключил, все прибежали в Яндекс, там, не знаю, аукционы выросли и так далее, и это уже, вот, как ты говоришь, уже прям с трудом себя окупает. Кроме того, с тех пор, как у нас появились маркетплейсы, люди перестали, ну, я не хочу сказать, вот, в абсолюте, вообще нет, но меньше, меньше стали искать, ну, пусть там, очки, не знаю, модное оправа, там, купить на Яндексе. Зачем? Ты просто идешь куда-то в маркетплейс, и вместе, ну, там, не знаю, с рубашкой, брюками, или блузкой, юбкой, еще и покупаешь себе, ну, там, какие-то аксессуары, будь то украшения, будь то очки, будь то что-то, то есть это просто какие-то сопутствующие вещи. И вот, ну, то есть меняется поведение, меняется, как бы, паттерн, и поэтому ты говоришь, ну, а что маркетплейс? Ну, во-первых, это трафик. Ты знаешь, мне кажется, мы этот трафик очень интересно тоже все-таки подлавливаем. Вот, так как у нас предложение, как бы, под ключ, да, очки с линзами по рецепту, а на маркетплейсах все-таки подается или оправа, или солнце. И у нас есть отдельная услуга, когда мы можем вставить линзы в другую оправу. Вот ты приносишь свою оправу, мы туда можем вставить линзы. Это тоже достаточно такой демократичный ценник, это линзы со всеми необходимыми покрытиями, все классно. И вот мы заметили то, что последний, наверное, год, если не больше, там больше стало людей обращаться в офисы своей оправы, чтобы они туда вставили линзы. Видимо, это те люди, которые покупают на маркетплейсах просто оправу и потом приходят к нам. Так что частично можно сказать, мы этот трафик отплавливаем. Слушай, а может быть, это вот история, знаешь, обычных кризисов. Я несколько раз в рамках нашего подкаста повторял, но вот как-то мне это очень брезвалось в память, в 2008 году, когда, ну вот, на стыке, там, 8-9 год, потому что у нас этот кризис 8-го, он догнал там где-то уже в конце, в конце 8-го, и вот в начале 9-го года. Поэтому, наверное, это где-то начало 9-го. Я помню, что выступал Андрей Себрант от Яндекса и говорил, как меняется поведение людей, как меняются их поисковые запросы, ну вот в связи с кризисом случившимся. И вместо там стиральная машина купить или там холодильник купить, люди спрашивают, стиральная машина, ремонт, холодильник, ремонт. Ну, это так и там. Да-да-да-да. Или, например, там, не знаю, записаться маникюр там или записаться что-нибудь там такое, а тут уже маникюрный набор купить там, знаешь, ну, то есть, типа, сами. И вот то, что ты говоришь, что увеличилось количество людей, которые там, ну, допустим, приходят своими оправами лишь вставить стекла. То есть, ну, вот это, видимо, какая-то перестройка с точки зрения экономики. Возможно, да, и такое есть. Ну, да. Мне кажется, если вот, коли же мы говорим о том, о каналах продвижения, о том, как продвигаться, ну, как бы я разделил бы это на две части. Тебе нужен всегда новый трафик, да, тебе надо генерить этот трафик, новых людей, новую кровь. И тебе нужно работать с теми, кто у тебя уже есть. Да. И вот такие кризисные моменты, мне кажется, для любого бизнеса очень важно правильно работать с теми клиентами, которые у тебя есть. Вот, мне кажется, они... Золотые слова. Они очень сильно нас спасают прям последние, наверное, ну, полгода, где-то вот, ну, этот год, скажем так, да, потому что... Да. Вот одна, кстати, из ошибок, ты говоришь, поделись тем, что вы сделали неправильно. Наша бизнес-модель, она подразумевает собой то, что у нас честная цена, и, соответственно, мы никаких скидок не делаем, и у нас как бы не было такой, знаешь, карты лояльности, где там вам предоставляются определенные бонусы. Ну, это как бы несовместимо было с бизнес-моделью, ну, как я считал. В чем я думаю, ну, я сильно ошибался. Вот. И мы сделали бонусную программу, программу лояльности в прошлом году, и она очень популярна. И вот через эту программу лояльности мы выстроили коммуникацию и общение с нашими покупателями лояльно. Там есть люди, которые у нас, я не знаю, по 10-15 оправдывают, да? Я вообще их обалдеть просто. Вот. И через эту коммуникацию, общаясь с ними, мы их возвращаем, а они с собой еще приводят новых. Они приводят там братьев, сестер, друзей. Знаешь, это очень нередко, когда мы в магазине слышим, там, спрашивая, откуда вы о нас узнали, они говорят, да, вот мне мои подруги сказали, а мне моя сестра сказали. Сарафан. Сарафан, да. Вот именно работа с той клиентской базой, которая у тебя сейчас есть, она очень сильно может помочь. Она может помочь любому бизнесу. И на данном этапе, когда идет такая вот, ну, не совсем здоровая, скажем, ситуация в плане бизнеса, может быть, да, и привлечение новых клиентов становится очень дорогим. Вот это может помочь. Слушай, ну, буквально, ты знаешь, мы будем сейчас там тихонечко так уже закругляться, но я просто подсвечу нашим слушателям. Ты же открылся в 2014 году, как я читал. Ты знаешь, в 2014 году я задумал этот проект, он стартанул, я не принимал в нем активную часть, я был больше инвестором, в нем активный, я занялся этим проектом где-то в 2017. Ну, я просто, знаешь, у меня будет вопрос про, ну, какие-то твои рекомендации предпринимателям, да, на основе твоего опыта и шишек. А почему я заговорил про 2014? Ну, вы помните, что вот, ну, значит, у нас был кризис в 2014 году. Потом у нас случился, значит, вот где-то на стыке там 19-20 у нас случилась там ковидная история. Значит, в начале 22-го вот у нас случилась вот текущая происходящая история. То есть, как минимум, вот в рамках твоего проекта это уже три, как бы, испытания. Слушай, мне кажется, всем российским предпринимателям нужно ставить памятник при жизни. Потому что столько пережив здесь и продолжая работать и что-то делать, мне кажется, ну, торгово стоит. Ну, да. Поэтому, ну, вот действительно, ты знаешь, вот слушаю тебя, никакого уныния, в общем, вполне себе, ну, такой здоровый оптимизм, не шапка закидательский, такой здоровый, будем живы, не помрем, как бы, и даже какие-то планы. Да, горизонт планирования, конечно, там не три года, а там хорошаяся три месяца. Я недавно прочитал отличную шутку. Оптимист – это тот, кто строит стратегические планы на 23-й год, или маркетинговые планы на 23-й год. Ну, давай, тогда вот твои рекомендации нашим слушателям-предпринимателям, и на этом тогда будем заканчивать. Слушай, ну, рекомендации, конечно, давать сложно, потому что у каждого какая-то своя специфика, наверное. Но вот в нашем бизнесе, да, то, чем мы занимаемся, вот, как я раньше сказал, нам очень сильно помогает, наверное, та клиентская база, которая у нас уже есть. Вот эта та лояльность, которая сформировалась. Но ведь она же как? Она формируется ни из ниоткуда. Например, если вы будете сейчас просто общаться вдруг с клиентом, да, будьте любезны, ну, это не даст такого эффекта. Она складывалась все-таки годами каким-то. У нас был классный продукт, у нас был классный сервис. Даже когда были факапы, мы эти факапы пытались нормально, ну, разрешить. И, соответственно, не было, есть. Не было, есть. Ну, да. И это все вот как-то и выстраивалось в отношении с той базой, которая у нас есть. И мы сейчас к этому добавили именно лояльность, вот эту коммуникацию, общение через имейлы, иногда телефонные звонки, иногда смс. Вот такие простые вещи. Мне кажется, вот такие моменты, прям простые вещи, они отлично работают. Да, ну, то есть на что-то, ну, на что-то, на кого-то опереться. Вот как многие говорят, во время кризисов мы спасаемся, ну, не знаю, семья, родственники. А тут вот твои клиенты, ну, почти что твоя семья. Да, да. Люди, которые тебе доверяют, да. Ну, и это, в общем, наверное, результат того, что все-таки ты строишь неодноразовые сделки. То есть это не вот как бы продал один раз и там забыл, да. Ну, нет, ты сейчас сам об этом рассказываешь, что вот, собственно, твои там, ну, вот уже 7-8 лет работы, по сути, вот самого по себе бренда, да, ну, вот говорят об этом, что вот есть эта база, на которую можно опереться вот в текущей, в общем-то, непростой ситуации. Да, да, так и есть. Слушай, огромное спасибо. Мы проговорили 50 минут. И, в общем, знаешь, просто как, не знаю, как один миг. Вот, классно. Заходи в гости. Огромное спасибо. Слушай, я вот за вот этими титановыми очками я к тебе приду. Да, на следующей неделе должны приехать. Так что договорились. Давай, зайду. Всего счастливенько. Пока. Пока. Пока-пока.